МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди 195 государств, проанализированных специалистами, четверть была признана несвободными. В этой четверти, впрочем, только полбеды. Вторая часть большой мировой проблемы в том, что и по демократии в признанных демократиях пошли разные глубины и трещины. Об этом вкратце. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организация Freedom House пришла к выводу, что мир сегодня столкнулся с кризисом демократии. Под угрозой в последний год оказались гарантии проведения свободных и честных выборов, соблюдение прав меньшинств, существование свободной прессы, а также гарантии признания верховенства закона. Сокращение гражданских и личных свобод отмечено в 71-м государстве. 88 стран, 45% от общего числа, считаются свободными. 58 государств, 30% от общего числа, признаны частично свободными. 49 стран, 25% от общего числа, несвободными. Из 49 стран, признанных несвободными, 12 государств заняли худшие позиции, не сумев набрать и 10 пунктов из 100 возможных. В этом списке Сирия, Южный Судан, Эритрея, Северная Корея, Туркменистан, Экваториальная Гвинея, Саудовская Аравия, Сомали, Узбекистан, Судан, Центральная Африканская Республика и Ливия. Основной угрозой глобальной стабильности в докладе названы Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла и Северная Корея. Россия признана основной угрозой для существования гражданских и политических свобод в Евразии. В докладе также отмечается, что в США в 2017 году базовые демократические институты, пресса и независимая судебная система начали испытывать давление со стороны администрации президента Дональда Трампа. Эксперты Freedom House подчеркивают, что в течение семи последних лет в США было зафиксировано постепенное сокращение гражданских свобод. В 2017 году этот процесс ускорился из-за растущей уверенности в факте российского вмешательства в президентскую избирательную кампанию и отсутствия эффективных шагов со стороны новой администрации, направленных на то, чтобы пресечь и не допустить подобное вмешательство в будущем. Сыграл роль и имевший, по мнению авторов доклада, отход новой администрации от базовых этических норм, а также снижение прозрачности в действиях властей. Несмотря на то, что базовые демократические институты, такие как пресса и независимая судебная система, сумели сохранить свое влияние в США, аналитики Freedom House отмечают, что атаки со стороны президента Трампа могут существенно ослабить их позиции в обществе. Стоит отметить, что эксперты Freedom House заявили о 10-м годе подряд размывания демократических стандартов в Соединенных Штатах. По показателям свободы в стране, Америка, как утверждается, с 2008 года двигалась в минус. О том, почему в целом по-прежнему свободным штатам присвоили нисходящие показатели по демократии, я спросила заслуженного члена Совета Freedom House Харча Паддингтона. Американская демократия размывается уже на протяжении 10 лет. В этом году была достигнута критическая масса. Именно поэтому рейтинг США, по нашей версии, очень сильно пошел вниз. Мы видим очень серьезные проблемы с тем, как мы выбираем наших чиновников, наших парламентариев и нашего президента. Это одна из больших проблем, и ситуация с этим ухудшилась в связи с вмешательством России в президентские выборы 2016 года и с тем, что мы не поставили никакого заслона на пути этого вмешательства. Вторая большая проблема в стране состоит в том, что верховенство права и система уголовной юстиции просто сошла с рельсов. В США слишком много людей находится в тюрьмах, слишком многие из них находятся в долгосрочном заключении. Состояние наших пенитенциарных учреждений далеко от стандартов, которыми может гордиться великая демократическая страна. Поэтому в этой сфере есть целый клубок проблем. Нельзя также забывать о проблемах, которые создает политика президента Трампа. Он смешивает свои бизнес-интересы со своими президентскими обязанностями. Он вновь и вновь искажает факты, представляя их американскому народу по целому спектру вопросов, начиная с вопроса о вмешательстве России в американскую политическую систему и заканчивая вопросом о роли России на международной арене. Арч Паддингтон с комментариями специально для итогов. Стоит отметить, что опасения экспертов об угрозе демократии в США разделяют и политики. Накануне сенатор-республиканец Джефф Флейк от штата Аризона обратился к своим коллегам в Конгрессе с речью, который сравнил отношения Дональда Трампа к СМИ с поведением Иосифа Сталина. Выступление прозвучало перед тем, как президент Трамп должен был объявить о подведении итогов анонсированного им же конкурса самых бесчестных и коррумпированных медиагода. Вот что сказал сенатор Флейк на этот счет. Враги народа. Именно так президент Соединенных Штатов назвал свободную прессу в 2017 году. Господин президент, это свидетельствует о состоянии нашей демократии, когда наш собственный президент повторяет позорные слова Иосифа Сталина, которыми он описывал своих врагов. Следует отметить, что фраза «враг народа» была настолько зловещей, и что даже Никита Хрущев запретил ее использовать, заявив Коммунистической партии Советского Союза, что эта фраза была придумана Сталином с целью уничтожить людей, которые не согласились с верховным лидером. Это само по себе должно быть постыдным, особенно для тех из нас, кто является членом президентской партии. И, конечно же, президент понимает это с точностью до наоборот. А на самом деле деспотизм – враг народа. Свободная пресса – враг деспотов. Именно поэтому свободная пресса находится на страже демократии. Это было мнение Джеффа Флейка о состоянии демократии в мире с фокусом на США и России. Мы обсуждаем сегодня со специальным гостем нашей студии, заместителем председателя движения «Открытая Россия» Владимиром Карамурзой. Володя, как всегда, рада вас приветствовать в этой студии. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Для начала хочу вас спросить. Мы сейчас прослушали фрагмент выступления сенатора Флейка. Насколько вы, как историк, считаете обоснованными сейчас на данном историческом этапе в США такие опасения по поводу демократии? Насколько обоснованными считаете аналогии, проведенные? Вы знаете, я думаю, что американцы сами со своими делами разберутся. Не очень корректно будет мне, как российскому гражданину, что-то комментировать. Судя по сообщениям последних месяцев, есть достаточно российских граждан, которые пытаются вмешиваться в американскую политику. Я не хочу быть еще одним. Но, в общем, просто скажу, что, знаете, вот за последние 18 лет в Америке было 4 разных руководителей, 4 разных президента. Два из одной партии, два из другой. А у нас в стране все это время, все те же 18 лет, у власти находится один и тот же несменяемый подполковник Владимир Владимирович Путин. И вот сейчас собирается еще на 6 лет пойти у власти. И сам тот факт, о чем мы только что сказали, что вот эта критика публично звучит в Конгрессе, то есть в парламенте, в высшем законодательном органе, это опять же что-то, что в нашей стране сегодня представить невозможно. У нас, как известно, парламент не место для дискуссии. Сказал не я, сказал Борис Вячеславович Грязлов, председатель бывшей Государственной Думы. И в нашем парламенте сегодня представить вообще любую какую-то критику в адрес исполнительной власти, понятное дело, невозможно. Поэтому аналогии вообще всегда хромают. Вот, в данном случае, я не знаю, насколько корректно вообще говорить о каких-то аналогиях, но пускай американцы разбираются сами. У нас достаточно хватает своих проблем в России. Ну, само собой, Россия на фоне Америки, в смысле демократии и прав человека, безусловно, отстает. Но я по местной ситуации хочу задать вам еще один вопрос, а потом перейти к России. Вы, как человек, здесь занимавшийся журналистикой, ощущаете, может быть, наблюдаете то, что журналистам стало вот в последний год, скажем, жить значительно труднее, и таким образом свобода слова стала страдать? Ну, знаете, я периодически смотрю американские телеканалы, новостные, кабельные, и вот тот уровень разнообразия, плюрализма, дискуссии политической, которая существует. Опять же, мы в России можем только позавидовать. Поэтому мне кажется, что и, как мы знаем, в Америке, в отличие от России, журналистов не сажают, не убивают. Государство телевизионные каналы независимо от себя не захватывает, как это опять же произошло у нас. Первое, что сделал Путин, когда пришел к власти, он уничтожил в течение первых трех лет свое управление все независимые общефедеральные телевизионные каналы. Я напомню, что первый силовой рейд на офисы компании «Медиамост» прошел на четвертый день после инаугурации Владимира Владимировича Путина в мае 2000-х годов. В течение первых трех лет все независимые телеканалы были уничтожены. Спасибо. Обеспокоенность давления на прессу выразила на этой неделе еще одна авторитетная организация в еще одном авторитетном докладе. Human Rights Watch в четверг выпустила ежегодные доклады в соблюдении прав человека во всем мире. В нем, в частности, цитируется высказывание Верховного комиссара ООН по правам человека о том, что пресса в США атакуется президентом. Помимо проблем со свободой слова, правозащитники в Америке обеспокоены состоянием той же пенитенциарной системы, расовым неравенством, проблемами с криминальной юстицией, а также с правами эмигрантов, женщин и лиц ЛГБТ. В докладе Human Rights Watch перечисляется также целый букет проблем с правами человека в России. В числе наиболее распространенных нарушения прав граждан эксперты упоминают право на проведение митингов и собраний. Авторы исследования подчеркивают, что в преддверии президентских выборов 2018 российские власти усилили давление на политическую оппозицию в стране, предприняв новые шаги, направленные против свободы слова. В минувшем году, как отмечается, Кремль продолжил борьбу с нежелательными иностранными организациями, работающими в России. Всего в 2017-м были закрыты 4 из них, а общее число выдворенных из страны организаций достигло 11. И об этом мы продолжаем дискуссию со специальным гостем нашей студии, Владимиром Кармурзоем-младшим. Володя, ну вот ваша организация «Открытая Россия», она ведь в числе нежелательных в прошлом году оказалась. Какие последствия, какие ощущения от этого? Знаете, на самом деле был ход абсолютно иезуитский даже по нынешним меркам, что о многом говорит, потому что в апреле, весной 2017 года, прошлого уже теперь, по требованию российской генпрокуратуры три НКО, связанные с нами, две зарегистрированы в Великобритании, одна зарегистрирована в Соединенных Штатах, это институт современной России, были внесены в список так называемых нежелательных организаций. Кстати, будет время, откройте интернет-страницу российского Минюста и посмотрите на список этих самых нежелательных организаций. Много очень говорит, мне кажется, о направленности и о приоритетах нынешнего российского режима. Потому что все там организации, которые туда включены, они связаны с таким понятием, как свобода прессы, демократия. Просто даже на название, открытость, просто на название прочитайте. Вот. Но тот факт, что наши организации были внесены в список нежелательных, во-первых, по сути, это ничего не изменило, потому что с самого момента, когда мы запустили открытую Россию как платформу для гражданских активистов, потом уже как полноформатное общественное движение, это было еще в 2014 году, когда мы открытую Россию перезапустили, мы с самого начала, де-факто, с первого момента стали для российских властей, нежелательной организацией. Все наши мероприятия, которые мы проводили в российских регионах, я лично неоднократно был свидетелем этого, власти пытались тем или иным способом их срывать, выключали электричество, включали сирены, объявляли, что там заложена бомба, приезжала полиция, начинали всех эвакуировать. Все, что было связано с открытием России, с самого начала вызывало очень жесткую аллергическую реакцию нынешнего Кремля, что неудивительно. Но вот это вот как бы юридическое обоснование, оно даже по меркам нынешнего режима, опять же, повторюсь, не слишком высоким, даже оно абсолютно абсурдно, потому что даже вот тот репрессивный закон о так называемых нежелательных иностранных организациях, который был принят пару лет назад, даже он не подразумевает того, что российская организация может быть объявлена в качестве цитата «иностранной нежелательной». Общественное сетевое движение «Открытая Россия», движение, которое я имею честь представлять, это российская общественная организация. Тем не менее, несмотря на это, нашим активистам в самых разных регионах страны продолжают вручать официальные предупреждения, вызывать в полицию, задерживать, отвозить там куда-то, вот буквально несколько дней назад председателя «Открытой России» Александра Соловьева задержали в Ростове-на-Дону, в аэропорту, когда он прилетел из Москвы, моего коллега Дмитрия Семенова в Чувашии, в Чебоксарах опять таскали в полицию, вручали эти предупреждения о том, что человек, которому эту повестку вручают, имеет связи с нежелательной иностранной организацией. Как известно, за это предусмотрено сначала административно, затем и уголовная ответственность вплоть до тюрьмы. И когда у нас была конференция, вот сейчас в Москве в декабре конференция «Движение «Открытая Россия», туда тоже пришли господа полицейские и тоже стали всем вручать эти предупреждения. Вот если мы вернемся к этим многостраничным докладам Freedom House и Human Rights Watch и тому, какие выводы были сделаны, что вы можете выделить в качестве главных и наиболее тревожных для вас тенденций, которые вы там увидели? Ну, вы знаете, я сам участвовал, меня попросил и попросил руководство Freedom House принять участие в презентации этого доклада и говорил о том, что связано с Россией, естественно. Вот сам этот доклад публикуется уже почти полвека, с начала 70-х годов, но Россия туда включена была только начиная с 91-го года, поэтому мы не можем, к сожалению, вот напрямую, используя индикаторы Freedom House, сравнить то, что сегодня в нашей стране происходит, и то, что было там в 70-е, 80-е годы при Брежневе и при Андропове. Но я уверен, что если бы мы могли сравнить напрямую эти индикаторы, то они были бы очень сильно похожи. Знаете, вот часто говорят, что сегодняшняя Россия – это не Советский Союз. Это, безусловно, так, по целому ряду причин. Но в том, что касается ситуации с внутренними репрессиями, с преследованием инакомыслящих в России, сегодняшняя ситуация очень и очень похожа на то, что у нас было при Брежневе и при Андропове. По целому ряду направлений. Все основные телевизионные каналы сегодня являются рупором государственной пропаганды. Выборы сегодня являются просто декорацией пустой, ничего не значащей, на фасаде авторитарного режима. Точно так же, как это было тогда. Оппоненты действующей власти, их постоянно там обвиняют в том, что они являются пятой колонной, предателями, иностранными агентами, еще там кем-то. И все больше и больше этих оппонентов сегодня оказываются в местах лишения свободы. Ну, а по некоторым областям ситуация сегодня, к сожалению, даже хуже, чем она была при Брежневе и при Андропове. Потому что тогда самые яркие, самые видные диссиденты, инакомыслящие политические противники режима, они были там либо в тюрьме, либо в ссылке внутренней, либо их вынуждали покинуть страну, или там насильственно высылали к того же Солженицына. А сегодня главный оппонент политической власти в России убит. Борис Немцов был убит на мосту перед Кремлем в конце февраля 2015 года. Вот уже почти три года прошло с момента его убийства. И вот за эти три года, при том, что были осуждены предполагаемые исполнители, ни организаторов, ни заказчиков самого громкого политического убийства в современной России, никто даже по большому счету и не ищет. Знаете, если можно убить лидера оппозиции на мосту перед Кремлем, и никому за это ничего не будет, мне кажется, достаточно бессмысленно рассуждать о ситуации с демократией и правами человека после этого. Но при этом и вы, и Борис Ефимович очень активно доносили информацию о нарушении прав человека и здесь, в Вашингтоне, и в Европе, я знаю. Очень большая работа была проделана, и он в свое время был вхож во многие здесь кабинеты, общаясь с разными людьми, говоря о ситуации в России. И вот санкции, это в последнее время такой достаточно сильный инструмент давления на Россию со стороны Соединенных Штатов. И вот на этой неделе мы узнали, что четыре американских сенатора предложили внести в готовящийся доклад администрации, на основе которого должен быть подготовлен новый санкционный пакет. Имена генпрокурора России Юрия Чайки, бизнесмена Алишера Усманова. Вот очевидно, что санкционная игра идет на повышение. Какие результаты вы ожидаете от этого? Ну, вы абсолютно правильно сказали, что Борис Немцов занимался этим вопросом. Он сыграл вообще ключевую роль в том, что был принят закон Магнитского в Соединенных Штатах уже больше пяти лет назад. Я тоже горжусь тем, что тоже приложил определенные усилия к тому, чтобы это случилось. И очень важно, когда мы говорим о санкциях, подчеркнуть, что речь не идет о санкциях против России. Я не поддерживаю санкции против России. Я гражданин России. Россия — это моя страна. Речь идет о санкциях в отношении конкретных людей, в персональных санкциях в отношении конкретных людей, которые причастны к коррупции и которые причастны к нарушениям прав российских граждан. То, о чем вы говорите сейчас, вот этот доклад американского правительства, который... Его уже кремлевским докладом сейчас называют. Да, такое неофициальное название. Формальный — это доклад, предусмотренный статьей 241 вот этого нового закона о санкциях, который был принят прошлым летом. И, опять же, формальный срок для публикации этого доклада — 29 января, но, судя по информации там разной, скорее всего, немножко задержится. Действительно, как вы сказали, в феврале он будет опубликован. И вот на этой неделе члены американского Сената, четыре сенатора высокопоставленных, в том числе сенатор Рубио и сенатор Уикер, направили официальный запрос в американское правительство с тем, чтобы подготовители этого доклада обратили особое внимание на двух лиц. Собственно, вами упомянутых, генпрокурор Юрий Чайка и олигарх Алишер Усманов. И в этом же запросе, если вы обратили внимание, там конкретно упоминаются основания, по которым эти люди заслуживают того, чтобы попасть в этот список. И на самом деле, для тех, кто знаком хорошо с тем, что происходит в нашей стране, то, что они там пишут, это капля в море. И даже, знаете, по меркам масштабов коррупции, которая сегодня в России при Владимире Путине существует, это просто абсолютная мелочь. Но дело в том, что то, что они указывают, сенаторы в своем запросе, это то, что прям конкретно подпадает под определение вот этой статьи 241. А там сказано о лицах, связанных непосредственно с Владимиром Путиным, приближенных к нему политически. Это, естественно, Чайки и Усманова касается, как и еще очень многих людей. Просто мы обсуждаем с вами, да, этот конкретный запрос. Там говорится о причастности людей к коррупции, и там говорится о любых связях, финансовых, коррупционных, неважно этих людей, с либо американскими гражданами, либо американскими компаниями. И, кстати, в этом запросе говорится не только о том, чтобы Чайкова и Усманова включили в этот список, так называемый кремлевский список, но и о том, чтобы их проверили на предмет возможного нарушения закона о зарубежной коррупции, которая тоже существует в Соединенных Штатах. Потому что в том, что касается Чайки, ну это вообще просто, знаете, как по учебнику, классическая коррупционная схема, то, о чем говорят сенаторы. То есть там ситуация в том, что, значит, соответственно, Чайка Юрий Яковлевич является генеральным прокурором России, а его сын Артем Чайка является бизнес-партнером, совладельца частной компании, которая поставляет автомобили класса люкс, для самой этой самой генеральной прокуратуры круг замкнулся. Опять же, классическая коррупционная схема, как учебник. Мы, собственно, видели фильм Навального на эту тему, очень ярко все там было. Было и расследование Навального, и, кстати, и Паусманова тоже было расследование, который делал фонд борьбы с коррупцией. Но вы понимаете, в чем значение, во-первых, этого запроса, а во-вторых, если на основании этого запроса эти два господина будут действительно включены уже в список ни слова каких-то там журналистов или активистов, при всем уважении, это уже будет не расследование фонда борьбы с коррупцией, не публикация в «Новой газете» или не публикация в «Нью-Йорк Таймс». Это уже вот сейчас, и поверьте, я знаю, как работает этот процесс, письма подобного рода, которые подписывают американские сенаторы, где они свое имя ставят, там, знаете, юристы каждую запятую выверяют. Поэтому то, что там в этом письме, это, что называется, железно. И если это еще к тому же и будет уже в официальном докладе американского правительства опубликовано, опять же, это уже не будут какие-то заявления со стороны некоммерческих организаций, журналистов или активистов по борьбе с коррупцией. Это будет официальный доклад американского правительства на государственном уровне. И вот здесь уже трудно будет сказать тьфу на тебя, как они говорили Навальному. И если они захотят судиться, то делать это придется уже не в Люблинском суде, а в Вашингтонском. Володя, очень коротко у нас время заканчивается. Этот доклад выходит за месяц до президента президентских выборов в России. Как вы думаете, и было ли это намеренно сделано, и можно ли ожидать каких-то последствий именно от этого? Во-первых, когда мы говорим о выборах в сегодняшней России, давайте это слово сразу ставим в кавычки. Знаете, когда люди серьезно сидят и обсуждают что-то, что связано с так называемыми выборами нашими, это, знаете, все равно, что если бы мы с вами сидели в 1979 году и обсуждали компанию Леонид Ильича Брежнева по выборам в Верховный Совет СССР от Бауманского района Москвы. Я родился в Бауманском районе Москвы, и как раз вот когда я родился моим депутатом, был Леонид Ильич Брежнев в Верховном Совете СССР. Вот с такой же серьезностью можно это обсуждать. Но я думаю, что достаточно упомянуть всего лишь один факт, касающийся президентских выборов в России в 2018 году. Два оппозиционных лидера, два серьезных оппозиционных лидера планировали выдвигать свои кандидатуры против Владимира Путина. Один из них это был Борис Немцов, который, как мы знаем, не будет участвовать в этих выборах. А второй это был Алексей Навальный, которого намеренно не допустили до этих выборов тем, что выдали решение суда против него, которое, кстати, было признано незаконным европейским судом по правам человека, но кого это волнует. Знаете, когда сама власть может контролировать, кто является ее оппонентом, о чем здесь можно говорить? И вот Кремль очень любит повторять, и, к сожалению, очень многие западные наблюдатели это тоже повторяют вслед за Кремлемом, что вот Владимир Владимирович Путин, он такой популярный же, его же так любят российские граждане. Знаете, вот когда люди это повторяют, я всегда хочу напомнить, что эта так называемая популярность ни разу, ни разу не была проверена на свободных, демократических, справедливых выборах с участием серьезных оппонентов. Не очень трудно выиграть выборы, когда ваших оппонентов даже нет в бюллетене. Что мы заодно подвели итоги еще не состоявшихся выборов, но мы будем следить за процессом, тем не менее, несмотря на то, что многие считают, что исход в любом случае ясен. Надеемся, что с вашей помощью еще поанализируем то, что будет происходить в России. Напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был зампредседатель движения «Открытая Россия» Владимир Карамурзан-младший. Дальше больше. Каждую неделю анализируем, наблюдаем, подводим итоги в эфирах ваших национальных телеканалов. И на канале «Настоящее время» с вами была Юлия Савченко. Спасибо, что смотрели. И до следующей недели. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»!